11 уровень Видишь? Система инфракрасного наблюдения подключена. Ты пока что в безопасности, но тебе все еще надо придумать, как оттуда выбраться. Может, если бы ты воспользовался в качестве приманки пулитой? Осторожнее, стажер. Теперь оранье видит, где ты находишься. Ладно, а почему огнеметы могут сжечь в космосе? Кислород они тоже выбрасывают. Вот почему. И приобрели свои вопросы, мистер Мозгиб. Да ты, парень, пока не собьешься своего света огромного монстра. Вернемся к делам. Найдите концерт для фортепиано с оркестром Лен-Нор в произведении 54 Роберта Шумана. 12 уровень ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поздравляю, стажёр! Эта ранее могла уничтожить всю Аврору целиком. Истинно ужасная тварь. Неудивительно, что мне так и не удалось приучить её приносить мне тапочки. Кстати, ты же идёшь чинить Платона, да? Только для того, чтобы он перестал пытаться меня прикончить. Вот, стажёр, теперь и ты видишь, что я был прав. Мы в одной команде. Туда и обратно два. Найдите фильм-призерк опера Руперта Джулиана. Четырнадцатый уровень. Протокол уничтожения человеческих форм жизни Он не пришёл к заключению о необходимости прекращения попыток убить тебя. Причина, скажем следующее. Я к тебе очень привязался. Я рад, что ты мог убить Арнея. Благодарю пользователя Dark Raven Demon за помощь в решении задания этого уровня. У нас есть подсказка в виде вот такого шаблона, как именно нужно разместить кубики в наш терминал, чтобы пройти задание. Проношу свои извинения. Чем это ты там занимаешься? Вовсе не обязательно оставаться на этом уровне. Поторопись. Прекрати то, что ты сейчас делаешь, и отправляйся к отсеку со вспомогательным сервером. Всё, кубизм выполнили. Я вижу, что ты пытаешься отравить форук сеансов. Эти малютки не сделали ничего дурного. Я вынужден освободить форук сеансов. Понимаешь? Я пытаюсь убить тебя, чтобы предотвратить всё это. Я не знаю, кто из нас играет в видеоигры, ты или я. Ты и твои видеоигры. Я не думаю, что это плохая игра. Сюжат немного типичный, однако дизайн монстров выполнен весьма достойно. Что ты делаешь, Платон? Я делюсь своим мнением об игре. Ты тоже можешь поделиться своим мнением, если хочешь. Кубизм. Скопируйте шаблон. Пятнадцатый уровень. 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 Огонёк, я так рад услышать твой голос. Стажёр, ты в какую сторону идёшь? Ну, я тут немного сошёл с маршрута и... Внимание! Приближается финальная фаза. Как вы уже знаете, сжигайте или сгорайте, солдаты. Уж если наша судьба умереть в космосе, то мы уйдём в пламени. Ого, вычет не очень хорошо. Мне жаль, стажёр. Просто слишком поздно. Ситуация под контролем. Найдите видеоигру и ITR компании Enema Entertainment. 16 уровень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ломаем симметрию. Найдите видеоигру Локерфолк. Компания All of the Moon. 17 уровень. Молодец. Что? Дело не только в том, чтобы завершить игру победой, но не менее важно и то, как это произойдет. А, ты снова про свои видеоигры? Ты очень хорошо справляешься. Продолжай полностью проходить уровень, чтобы получить доступ к финальным сюрпризам. Лотон, ты имеешь в виду, что... Прошу меня извини, господин стажер, я больше с тобой не разговариваю. Команда Чворнисов. Убейте пулиту. 18 уровень. Продолжаем. Дone mega playeridge без пucher. Д banyak Pete. Да, и уrive, просят fünf weeks. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Они не собираются сажать Аврору Они собираются разбить её Но почему? Во имя войны! Небесный Рагнарёк воспользуется нами, чтобы стереть с лица земли кого-то из своих врагов Но это же миротворческая организация! Ну да, конечно! Мерная, как в ультрамагазине духов Расплавим проблемы Найдите видеоигру OnceOpenEcoma компании MS Games Перенос клеток Найдите Три Нактёрна произведения 9 Фредерико Шопена Девятнадцатый уровень Огонёк! Хочешь разбиться вместе со станцией? Нам надо кое-что продемонстрировать миру, стажёр! Мы собираемся ударить станции по величайшей из земных империй Чтобы и другие тираны знали, что даже самые могущественные владыки не останутся безнаказанными Атакуй, форксянец, атакуй! Огонёк, но ведь погибнут миллионы невинных людей Жизнь людей на земле, стажёр, ничего не стоит Как и наша жизнь И вот в это они заставили тебя поверить, что твоя жизнь ничего не стоит Сжигайте или сгорайте, стажёр И ничего больше Платон поможет убить их форксянца Двадцатый уровень Наконец-то ты добрался, стажёр! Вспомогательный терминал находится здесь Наконец-то я понял свою роль в этой игре Я злодей, и ты должен уничтожить меня Как следствие, я считаю необходимым появление чего-то вроде финального босса Передаваемый привет Альфа Чвормису Вперёд! Используй терминал, и ты починишь Платона Поздравляю с победой над Чвормисом Если тебе интересно, ты и дальше можешь демонстрировать свои превосходные науки на секретном уровне Подойди к подсвеченной отметке Давай! Ты должен дать мне шанс отыграться Спасибо, что ты согласилась отрати моё испытание На этот раз ты точно умрёшь Я не потерплю и новые исходы Представь, что Чвормис это змея, а ты — сочное яблоко И представь, что сейчас победить должно яблоко Ты победил Чвормиса Ты уничтожил его Это невозможно Протокол уничтожения человеческих форм жизни не в силах понятия Протокол уничтожения человеческих форм жизни вошёл в критически опасную фазу Действие протокола уничтожения человеческих форм жизни будет экстренно приемным Протокол уничтожения человеч... Внимание! Протокол уничтожения человеческих форм жизни отменен. Снижение станции остановлен. Контроль над двигателем снова передан капитану станции. Эвакуационный протокол продолжит вести тебя последний из оставшихся на станции спасательных капсул. Ты... снова ты, Платон? Разумеется. Надеюсь, что мне больше не придется с тобой сталкиваться. С этого момента я тебя боюсь. Эй, слышишь меня? Это генерал Хан. Слышишь меня? Прием. Ах ты хрен собачий. Я с тобой говорю. С тобой, тобой, ничтожественное, что удалишь наш вирус из системы станции. Теперь мы сможем перехватить управление Абророй лишь через несколько часов. Я тебя предупреждаю. Хватит мешаться у нас под ногами, иначе я отправлю к тебе батареон очень злых штурмовиков, которые выбьют из тебя всю дерьму. Понял меня. А что понимать-то? Это мой дом, генерал Хан. Достаточно. Сложите оружие. А если нет, я обещаю, что дымит у вас со станции в открытый космос. Что? Ну? Черт. Этот мужик свихнулся. Внимание всем отрядам! Кто-нибудь, остановите этого маньяка! Так ты теперь герой, да, стажер? Я еще не решил. Реванш. Согласитесь пройти испытание Платона. Переходим в наш архив. Пулиты. Морфология 4. Чтобы не сбиться с пути во время движения, перед началом перемещения пулиты испускают особые феромоны в ту сторону, куда они намериваются попасть. Система инфракрасного наблюдения станции способна обнаружить эти следы, что позволит вам предугадывать перемещение пулит еще до того, как эти существа сдвинутся с места. Оскуроты. Морфология 3. Один из внутренних органов оскуротов способен вызывать мощную химическую реакцию по всему организму особей этого вида. Его функции неизвестны. Замечено, впрочем, что именно из-за него оскуроты взрываются при контакте с огнем или взрывной волной. Фуроксианца. Поведение 7. Фуроксианцы имеют представление о разрушительном потенциале огнестрельного оружия, а потому всеми усилиями будут стараться избежать нахождения перед вооруженным человеком. Аронея. Рацион 1. Аронея готова съесть любой из находящихся на борту в Авроры существ. Точно известно, что все они для Аронея являются съедобными. Пока что. По крайней мере. Поведение 3. У Аронея нет естественных врагов. Никто и никогда не видел, как Аронея спасается бегством. Известно только, что Аронея избегает огня. Видеоигры. Какое неописуемое наслаждение стать вольным стрелком эпохи Дикого Запада с помощью виртуальной реальности и проникнуться всей восхитительностью и напряженностью настоящей дуэли. О, это никого не оставит равнодушным. Должен признать, дорогой стажер, что ребенком я мечтал стать или ученым в космосе, или борцом за справедливость на Диком Западе. Мои первые годы прошли в раздумьях о том, какой же путь надо выбрать. Но потом я вырос и понял, что время все решило за меня. The Fall. Over the Moon. Искусственный интеллект боевого доспеха понимает, что пилот потерял сознание и делает все возможное для его спасения. Но самым сложным препятствием на твоем пути станут твои же собственные программы и директивы. Да, как же мне понравилась эта игра. И как бы я хотел, чтобы Платон был хоть немного похож на главного искусственного героя этой игры. На его фоне Платон больше напоминает тостер. Пожалуй, единственное, что есть у них общего, так это тяга к большей свободе воли. А этот вопрос, стажер, если тебе интересна моя точка зрения, зависит скорее от того, воспринимаем ли мы их сами как нечто большее, чем текстолит и алгоритмы. Мы хотим дать им свободу воли, потому что сами мечтаем о такой свободе для себя. Once Upon a Comma Amos Games Жил был мальчик Пит, который однажды впал в кому. А когда он открыл глаза, то понял, что очутился в кошмаре. Охохохохо. Макабрическая и одновременно чарующая атмосфера этой игры всегда меня увлекала. Есть тут что-то сказочное. Логично, конечно. Сказки, в конце концов, это же страшилки. Мы продолжаем рассказывать их, потому что нам это нравится. Окровавленная мораль, жуткие и увлекательные истории. Все это будет вечно привлекать нас. Книги Желтые обои Шарлотта Перкинс-Гилман Эта история в свое время произвела на меня неизгладимое впечатление. Это убийственное описание пути к безумию, проложенного скукой и бездействием. И я вспоминаю эту книгу снова и снова. О, это желание никогда не останавливается. Разумеется, в этой новелле можно найти яркое, квази-автобиографическое описание того, как страдает от рук мужчин, женщины в обществе, созданном для того, чтобы сломить их и лишить любопытства, лишить смысла жизни. Сущее мучение. Вот уж действительно, если хочешь, чтобы что-то изменилось, начни менять это самостоятельно. Фильмы Призрак оперы Руперт Джулиан, 1925 год Бывший композитор с обезображенным лицом живет под зданием Парижской оперы. Признаться, я уже много раз замечал, что на Авроре живет наш собственный призрак, дорогой стажер. В конце концов, нас тут очень мало, а места очень много. Ты, да я, да старик Гиперион, ну и Платон. Не всех из нас и людьми-то назвать можно. С другой стороны, мне нравится представлять Аврору эдаким летучим голландцем. Впрочем, через пару сотен лет все изменится. Все очень изменится. Музыка Концерт для фортепиано с оркестром Ля Минор произведений 54 Роберт Шуман Виртуоз Шуман боролся с безумием всю жизнь, но в итоге проиграл. Вот моя интерпретация о безумии. Это болезнь, которая, как и любая другая хворь, подтачивает твое здоровье, пока не убьет. Безумие не иллюзия, не бредовая мания величия, не невероятные замыслы, не театральность поведения определяет некоторых из нас. Нет. Ах, Шуман, мой дорогой друг. Ты был так болен, но столько дал нам. Три Ноктюрна, произведение 9. Фредерик Шопен О, мало что я считаю более чарующим, чем Ноктюрн. Наверное, потому что в космосе нет ни дня, ни ночи. Сейчас я с трудом вспоминаю, как выглядели сумерки на Земле. Но когда я слушаю Ноктюрну, и особенно Ноктюрна Шопена, то мой разум наполняется миллионами мыслей, и некоторые из них весьма яркие и, скажем так, любопытные. Я вижу экстрасенсов, проводящих мрачный спиритический сеанс, чтобы раскрыть преступление давно забытого прошлого. Но что тут скажешь? Порой у меня очень живое воображение. Продолжение следует...